коллеги приветствую вас с вами максим амилинчук автор проекта риэлтор на миллион предлагаю вам посмотреть фрагменты вебинара этот вебинар я специально записал для руководителя агентств недвижимости в вебинаре подробно рассказал о том какие серьезные угрозы нависли над риэлторским бизнесом приятного вам просмотра и мы подошли к набору сотрудников безусловно это ключевая задача руководителя компании организовать построить систему так чтобы в компанию приходили сотрудники чтобы они правильно обучались чтобы они втягивались в работу чтобы они были мотивированы чтобы правильно чтобы они работали долго и приносили компании постоянный доход ну здесь как бы с этим вряд ли кто-то поспорит но вот так получилось что в большинство программ о которых я говорил если вот промотаем назад слайды все то и набор риэлторов и автобусные туры и распродажа квартир там есть одна особенность клиент не может оплатить напрямую если вы захотели пройти программу вы должны пройти через собеседование почему дело в том что я не хочу у меня просто физически мало времени и я не готов тянуть компанию которая не выполнит эти задания и ну просто она потеряется по ходу этого тренинга а дело в том что многие компании не готовы к набору сотрудников дело в том что набор сотрудников это некий завершающий шаг когда компания уже готова к этому набору другими словами вы готовите к приходу гостей к приходу важных для вас людей вы убираете квартиру вы чистите квартиру вы там приготовили на стол вы подготовились а начинать компанию с набора сотрудников безусловно нельзя потому что у вас ничего не готово вы людей пригласили бардак там все побито все там дверь не дверь заклинила не открывается еды нет никакой люди пришли непонятно что и они уходят и а вот представьте себе что вы позвали кандидата вот работать в компанию и когда вы смотрите на то куда вы его позвали встает вопрос вы знаете почему-то в последнее время вот очень плохо приходит риэлтор вот если вы представите в такую картинку да то хорошо проработана технологии работы с клиентами хорошо проработанные инструмент бизнес-процессы в компании они приведут к тому что во многих случаях сотрудники сами вас будут искать и сами к вам будут приходить потому что они увидят что вашей компании есть возможность заработать я всегда задаю руководителю первый вопрос скажите пожалуйста почему риэлтор должен прийти к вам работать почему ответьте на вопрос вот я выбираю между 100 компаниями 50 ладно 20 ладно 10 компаниями вот почему я должен выбрать вашу и удивительно но большинство руководителей агентств недвижимости не могут ответить на этот вопрос ну по крайней мере четко не могут ответить на этот вопрос тогда возникает вопрос а как тогда привлечь человека почему он должен выбрать вас почему он должен на променять вашу компанию на вернее какую другую компанию на вашу поэтому если вот эта картинка будет стоять у вас перед глазами то подумайте куда вы зовете сотрудника поэтому перед тем как подготовиться необходимо комплексно подойти к многим задачам опять же стоит подумать чем вооружим человека потому что потому что ну не вооруженный человек очень быстро покинет фирму он не будет готов войти в бой и ну фактически вы просто потеряете его и очень важно понимать статистику набора потому что а возможно с набором то все и хорошо возможно сотрудники теряются на следующих этапах вот напишите пожалуйста кто знает свои цифры вот мы допустим смотрим смотрим статистику допустим сколько людей пришло на собеседование сколько людей оставили за вернее сколько оставили заявки сколько пришло на собеседование сколько пришло на школу сколько прошло школу сколько вышла на работу непосредственно и сколько отработала через полгода вот кто может детально ну меди цифры здесь не нужны в комментариях но кто вообще ведет учет этих цифр и кто может четко сказать в каком звене у вас наибольший пробой потому что возможно и не с набором связана проблема возможно людей приходит достаточно возможно они сдуваются где-то на этапе адаптации этапе обучения этапе на каком-то другом напишите пожалуйста плюсы или минусы вот вообще кто четко представляет картину вот движение сотрудников по вашей компании напишите пожалуйста плюсы или минусы отлично 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 ну есть плюсики есть небольшие минусы кито тоже хорошо есть над чем работать и есть над чем хорошо идем дальше еще один момент на который я хотел обратить внимание по набору это то что очень часто руководитель компании ставит задачу там меня допустим сейчас 30 человек концу года мы набрать 60 вывод идем 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 к этому но когда начинаешь спрашивать его скажи пожалуйста вот как у тебя сколько в месяц в этот пришло и сколько у тебя ушло понимаешь что человек находится в ситуации когда он вышел в начале сезона там в начале лета он вышел пешком из владивостока и пошел в сочи рассчитывая рассчитывая дойти и покупаться в море но оказывается что вот время очень важно потому что важно не только как быстро сотрудники как много приходит но и как они адаптируются как какой приток прирост сотрудников по и потому что очень часто а вот такой линейный подход он не сработает то есть если вы будете в неделю а когда мы копнули чуть глубже оказывается что в неделю там всего десять человек подается заявки на собеседование из них пять приходит на это собеседование по большому счету один человек а готов стажироваться и получается даже если мы каждую неделю будем брать по одному человеку то 50 недель даже если никто уходить не будет то фактически эту задачу мы провалим потому что кто-то еще уйдет от нас да поэтому вот я всегда рекомендую конечно делать наборы групповые если есть такая возможность ну не то что если есть возможность если у вас стоит цель набрать людей ну хотя бы больше чем один риэлтор что дает групповый набор групповый набор даже если мы не проводили вечер карьеры мы все равно делали групповые наборы это и есть четкая дата четкая дата до которого человек должен подать подать заявку вот сейчас мы у нас сейчас стартует школа риэлторов буквально на следующей неделе мы уже укомплектовали школу и я хочу сказать вот я хочу еще раз обратить внимание на нынешнюю ситуацию руководителя агент невижимости что сейчас появляется хорошая возможность сейчас освобождаются люди из других профессий которых но объективно ситуация сложная да все таки у нас есть возможность заработать есть возможность продавать квартиры покупать то есть люди совершают сделки у нас группы небольшие скажем от 8 до 15 человек вот такие группы в зависимости от качества сотрудников мы за количеством так специально не гнали чтобы вот совсем его укомплектовать под 15 ну вот мы смотрим что предыдущая группа была первая которая прошла от начала до конца и никто за месяц не отсеялся вот 13 человек то есть мы не специально их как-то там удерживали да но тем не менее я хочу сказать что сейчас есть появилась возможность это причем качестве качество кандидатов она стала лучше это объективно и мы говорим о том что даже если вы проводите даже если вы не проводите вечер карьеры хотя вечер карьер это очень эффективный инструмент который позволяет но где еще человек может полтора часа прослушать про вашу профессию вот объективно давайте вспомним вот человек приходит на работу в вашу компанию он рассчитывает что он проработает здесь там порядка десяти лет может быть пяти лет но он уже присматривается и думает вот кто может ответить ему на вопросы а там идет только объявление о том что подайте ваше резюме у человека есть вопросы он хочет получить на них ответ руководитель компании вряд ли сможет отвечать там чин часа на вопросы каждого риэлтора до потенциального и если человек не получит эти ответы от вас то что он будет он начинает искать в интернете спрашивать своих друзей как вы думаете что скажет ему друзья слушая с чем тебе это надо там вообще засада полная не стоит туда ходить есть вероятность что вот такую картину такую скажем так картину перспективы свои перспективы он услышит поэтому даже если вы не проводите вечер карьеры то имеется все равно набрать группу сразу одновременно чтобы в группе есть своя динамика в группе есть свои скажем так взаимоотношения то есть их не сожрут старички сразу когда они выйдут на работу да когда в компании там работает 15 20 человек и один стажер появляется его могут просто съесть когда небольшая группа появляется они друг друга держатся но кто если кто служил в армии то представляет да что если один человек попадает или небольшая группа все-таки группа держаться будет легче это что касается группового набора поэтому если вы решаете то это если вы планируете набор сотрудников то конечно необходимо инвестировать средства очень важный момент потому что мы высчитали что мы высчитали стоимость сотрудника который успешно работает год какую прибыль он приносит компании исходя из этого пересчитали все нормы на рекламные акции рекламные компании другими словами мы понимаем что если мы хотим найти будет нести золотые яйца мы должны инвестировать в поиск этой этого человека этого кандидата поэтому если человек приносит каждый месяц если у вас набора из 10 человек остается хотя бы двое через год через полтора посчитайте какую они прибыли вам приносят каждый месяц стабильно работающие риэлторы которые формируют костяк вашей компании и посчитайте сколько вы готовы отдать для того чтобы этот человек пришел к вам не вот на этом этапе не стоит жалеть денег и вы убедитесь что вы сразу можете пересмотреть все свои бюджеты на рекламу хорошо на наборе сотрудников и сильно зависать дальше не буду а причем если вы обратите внимание на наш график то система найма и подготовки сотрудников она стоит у нас на восьмом на девятом месте построения отдела продаж потому что до этого нужно привести в порядок свои маркетинговые все материалы свои технологии работы с банками на понять что мы делаем с клиентами но это вот так одна картинка да вот и так дальше что у нас есть и мы переходим к базе клиентов до чтобы нам успеть хотя бы в два часа вложиться нам необходимо разобраться с базой клиентов здесь все очень с одной стороны все очень просто все очень понятно давайте перед тем как с базой я отвечу на пару вопросов да кстати можете написать пару вопросов я пока налью себе стакан воды потому что здесь в офисе уже никого не осталось так не подносились стакан с чаем а сейчас придется самому если ограничение по возрасту да у нас раньше было ограничение по возрасту мы брали от 28 лет в сторону роста сейчас мы этот ограничение убрали мы видим перспективных кандидатов более молодого возраста их стало много для меня это вообще открытие что вот молодые девушки и молодые люди которых раньше мы просто не рассматривали сейчас очень активны они показывают уже неплохие результаты и нет обучение в группе пока не плат чтобы назвали как самый главный решающий фактор чтобы никто не отвалился за месяц вы имеете ввиду за месяц который стажировки или витя в каждой компании здесь по-разному выстроена система стажировки у есть где-то кто-то сразу переходит к наставникам есть мы сразу мы делаем а самый главный решающий фактор вы знаете это фильтр на входе наверное то есть мы и мы все таки мы можем повлиять на качество кандидатов на но когда мы понимаем что в соседних отраслях в смежных отраслях есть так звук пропадал сейчас просто очень хороший благоприятный момент для того чтобы привлечь людей потому что ну скажем мы видели когда хороших перспективных кандидатов переманивали банки мы видели когда застройщики предлагали очень интересные предложения делали очень интересные предложения хорошим специалистам по продажам поэтому что-то зависит не совсем даже от нас зависит от сложившейся ситуации да потому что вот мы делаем все что мы делаем мы делали что год назад что сейчас, даже порой сейчас еще больше делаем. Но на качество кандидатов, на их уровень подготовки, на уровень, просто есть отрасль наша сейчас приоритетно смотрится по сравнению с остальными отраслями, несмотря на то, что у нас сложная ситуация. Ну вот за месяц не отвалился. Единство коллектива, дисциплина очень сильно влияет. То есть если с самого первого дня вы зададите определенные правила игры и будете смотреть, то очень важный момент, что они входят в некий ритм, в некий... Коллеги, вы смотрели фрагмент вебинара, который предназначен для руководителя агентств недвижимости, в котором я рассказал о серьезных угрозах, которые нависли над риэлторским бизнесом. Если вас интересует эта тема, скачайте записи этого вебинара, перейдите по ссылке, которая находится в описании к этому видео. А если вы руководитель компании, если те проблемы, которые я озвучил на этом вебинаре, они вам хорошо знакомы и вы уже ищете пути решения, рекомендую познакомиться во время бесплатной, абсолютно бесплатной для вас 15-минутной сессии увеличения продаж. Вы расскажете о том, с какими сложностями вы сталкиваетесь. Я поделюсь как минимум тремя эффективными инструментами для увеличения прибыли вашей компании. Ссылка на запись находится под этим видео. Обратите внимание, это только для руководителя агентств недвижимости. И, наконец, если вы хотите перейти от теории к практике, рекомендую обратить внимание на программу, трехмесячную программу для руководителя агентств недвижимости «Щит и меч». Почему такое название? Это комплексный подход к развитию агентства недвижимости. Эта трехмесячная программа позволяет создать устойчивую, конкурентоспособную компанию, предотвратить уход ключевых сотрудников, познакомиться и отладить работу с партнерами, выстроить систему привлечения клиентов и организовать набор риэлторов в компанию на поток. Продолжительность программы – 3 месяца, еженедельные вебинары, вебинары с разборами полетов, персональные консультации, дополнительные видеообсуждения в группе. В общем, много всего интересного. Рекомендую узнать программу и условия участия, перейдя по этой ссылке. Ссылка находится в описании к этому видео. До встречи!